Ха-ха-ха-ха! Приветствую всех зрителей-подписчиков! Дорогие друзья, в ленте сообщества нашего канала на прошлой неделе запустил типа анонса вот по этой новости. Дело в том, что власти Китая запретили национальным каналам показывать женственных мужчин. Чиновники намерены, цитата, «положить конец парням-неженкам и прочей ненормальной эстетике», конец цитаты, пришедшей из Японии и Южной Кореи. Как оказалось, эта тема близка и Казахстану, особенно на примере группы NinetyOne. Признаться о существовании такой в Казахстане узнал именно вкупе с этой китайской новостью. Так вот, как собственно и анонсировали, вникаем в тему вместе детальнее. Сейчас первый ролик и звук по этому культурному сюжету. Не забывайте делиться своим мнением по этой теме в комментах и активно распространяйте этот ролик в своих соцсетях, чтобы как можно больше людей узнали о том, о чем теперь знаете и вы. И помните, не все так просто, все гораздо проще. В Китае намерены бороться с женоподобными мужчинами и вульгарными звездами на ТВ. Китайские идеологи намерены оградить аудиторию от продвижения нежелательных категорий кумиров. Мужчин, неженок, вульгарных селебрити, звезд с аморальным поведением. В Китае решили убрать с экранов телевидения кумиров молодежи и звезд, которые демонстрируют вульгарный и разрушительный образ жизни, пишет издание The Guardian. Так на китайском телевидении будут запрещены некоторые реалити-шоу и программы, которые, по мнению властей, сбивают с толку молодых китайцев. Вещательные и телевизионные учреждения не должны транслировать программы с участием кумиров развлекательных и реалити-шоу, в которых участвуют дети знаменитостей. Так заявил регулятор китайского вещания Национальное управление радио и телевидения. Регулирующий орган также приказал вещательным компаниям противостоять ненормальной этике, такой как женственные мужчины, вульгарные влиятельные лица, завышенная заработная плата звезд и исполнителей с низкими моральными качествами. Новые требования призваны противостоять аморальности и в то же время укреплять атмосферу любви и преданности партии и народу Китая, а также к искусству и традиционным моральным устоям. В Китае широкую популярность обрели влияние поп-культуры из Южной Кореи, в примеру к поп и Великобритании, а также различные шоу талантов. Такие программы, как U.A.T. U.A. Produce 101, демонстрировали становление звезд, когда молодых парней и девушек из обычных семей в условиях жесткой конкуренции превращали в знаменитостей. Исследование показало, что 52% аудитории шоу-продус родились после 1990-х. В то же время некоторые кумиры китайской молодежи успели запятнать свою репутацию и оказывают негативное влияние на рядовых граждан. Так, несколько недель назад канадско-китайская поп-звезда Крис Ву был задержан по обвинению в изнасиловании. После этого многие из его поклонников спланировали для него побег из тюрьмы. В прошлом месяце китайский актер Чжэн Шаун был оштрафован на 46 миллионов долларов за уклонение от уплаты налогов. Власти Китая пришли к выводу, что поклонение перед сомнительными кумирами среди фан-сообщества переходит границы разумного и мешает следовать за идеалами партии. В своем объявлении в четверг регулирующий орган призвал китайские СМИ решительно сопротивляться демонстрации богатства и удовольствий, распространения сплетен и частной жизни и горячим негативным темам, вульгарным интернет-знаменитостям и другим тенденциям общественного развлечения. Одновременно с этим объявлением регулирующий орган в четверг также опубликовал список из 24 программ, которые они считают лучшими в первом квартале этого года. Среди них были программы про лидера Китая Си Цзиньпина, а также одна разоблачающая BBC программа. Некоторые эксперты говорят, коммунистическая партия Китая не ставит своей целью уничтожить поп-культуру, ведь та делает большой вклад в экономику страны, приносит доход и создает рабочие места. Но в то же время власти стремятся ограничить ту грань поп-движения, которую они считают вульгарной и вредной. По данным консалтинговой фирмы PricewaterhouseCoopers, к 2025 году индустрия развлечений и медиа в Китае принесет примерно 436,8 миллиарда долларов. Ожидается, что в этом году эта цифра составит около 358,6 миллиарда долларов. Спасибо, друзья, что досмотрели это видео до конца. Мы ждем от вас большие пальцы вверх под этим видео и оставляйте ваше мнение в комментариях. А всем вам хорошего времени суток. Всем пока.